Привет всем! Сегодня, как обычно, новости Германии и Европы. Начинаем! Конец недели, но не новым происшествием. В Германии снова произошло нападение. На севере Германии произошло нападение на учителя. Инцидент произошел в городе Ведель на Эльбе. На школьном дворе двое учеников ударили учителя ножом по горлу и верхней частью туловища и нанесли ему опасные для жизни травмы. Первую помощь оказали в медицинском кабинете, затем педагога увезли на скорой. Оба преступника подались в Бегану, в двух километрах от места преступления их задержала полиция. Преступникам около 20 лет. Один 2002 года рождения, другой 2003 года рождения. Полиция утверждает, что подозреваемые родились в Сирии, но не смогла с уверенностью сказать, если у них немецкое гражданство. Вот такая тревожная ситуация. И уже Беларусь говорит, что обсуждает с Берлином судьбу приговоренного к смертной казни немца, 30-летнего Рику Кригера. Беларусь обеспечила Германии консульский доступ к осужденному, в полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями. Накануне стало известно о том, что Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни за якобы незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, повреждения транспорта или путей сообщения, создания экстремистского формирования или участия в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма. Приговор гражданину Германии вынесли еще 21 июня, что стало крайне редким случаем для Беларуси. В стране до сих пор действует смертная казнь, но иностранцев к ней практически не приговаривают. При этом официальный приговор не комментировало ни одно белорусское официальное учреждение. И об этой ситуации на самом деле стало известно только в последние дни. Из неофициальных источников независимые белорусские СМИ узнали, что дело Кригера касается якобы причастности к белорусскому полку имени Калиновского, который воюет в Украине. Однако сам полк официально это отрицает. Мужчину задержали еще в прошлом году, перед тем, как он был медиком в немецком Красном Кресте. И уже брат Олафа Шольца попал в неприятную историю. Вернее, на нее обратили внимание. И вся эта информация имеет высокие шансы вылиться в масштабный скандал. Что же там произошло? Зарплата чиновника вызвала сомнения у депутатов. В Германии разгорелся скандал из-за зарплаты брата канцера Олафа Шольца. 64-летний Йен Шольц является государственным служащим и возглавляет университетский медицинский центр. Под его руководством клиника заработала убытки на сумму 100 миллионов евро. Однако, несмотря на сомнительные финансовые успехи, Йен Шольц получил ежегодный бонус в размере 180 тысяч евро. Таким образом, его зарплата составила 660 тысяч евро за год. И именно эта сумма делает его самым высокооплачиваемым государственным служащим в Шлезвиг-Гольштене. На данный момент больница отказалась предоставить журналистам информацию о бонусе Шольца, заявив, что она конфиденциальна. Министерство финансов также ответило очень расплывчато. Вот такая ситуация, но идем дальше. И уже стало известно о катастрофе с украинцами на границе. Больше возле границы с Германией разбился микроавтобус с украинцами. Пассажиры были госпитализированы. Авария произошла на автомагистрале А2, что примерно в 60 километрах от границы с Германией, что недалеко от немецкого Франкфурта. В микроавтобус съехал грузовик дорожной ремонтной службы с техническим прицепом, несмотря на установленную на нем предупредительную маркировку и знаки с направлением объезда. От удара автобус перевернулся на бок, и его правая часть спереди сильно повреждена. 9 человек из микроавтобуса госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии. Полиции сообщили, что пассажирами автобуса были граждане Украины, в том числе и четверо детей. Дети есть и среди серьезно пострадавших. Кроме людей из микроавтобуса в результате этой аварии никто не пострадал. Вот такая трагическая ситуация, но вернемся к Германии. И уже неожиданная ситуация произошла в Германии, которая некоторое время назад казалась бы невозможной. В Германии полиция вернула студенту украденный горшок с марихуаной. В немецком городе Брауншвейг полиция провела операцию по возвращению 22-летнему студенту горшка с марихуаной, после того, как растения украли у него с террасы. Эта история вызвала большой резонанс в немецких социальных сетях, поскольку она ярко отметила новую реальность. До тех пор, как в стране легализировали каннабис, полиция, которая ранее расследовала хранение марихуаны, теперь помогает владельцам похищенных растений вернуть их. 22-летний Йонас выращивал дома три растения каннабиса. Именно столько разрешено иметь одному человеку согласно принятому закону. Но на прошлой неделе приятель Йонаса обнаружил, что горшков с растениями осталось всего два, и хозяин растения допустил кражу. Однако парень, видно, бывалый и подготовился. Йонас посадил в почву не только семена, но и водонепроницаемый трекер, который помогает владельцам устройства находить свои вещи. Йонас пошел в полицию, чтобы сообщить о краже. По его словам, полицейские отреагировали немного с весельем, но они восприняли нас абсолютно серьезно. На следующий день с Йонасом связался доброжелательный полицейский, который сообщил, что имеет ордер на обыск по адресу, где зафиксировали трекер. Йонас и его приятель ранее прогулялись к дому вора и смогли визуально разглядеть растения. В конце концов, полицейские забрали растение с балкона грабителя, которым оказался 18-летний юноша. Оно некоторое время побыло в отделении, после чего Йонасу позвонили и сказали, что он может его забрать. Фото Йонаса с его растением возле полицейского участка вызвало фурор в социальных сетях и собрало много комментариев и лайков. Вот такая интересная ситуация.